базис какой-то основа базис это что правильно должно быть что-то в общении то есть цель общения вот если мы говорим межличностное общение должно быть конкретно и какая-то цель нельзя просто сказать его ты типа или дима вам говорит что вот вы делать ошибки и что есть ошибки приводит тому что вы не получаете то что хотели бы получить или могли бы получить то есть что вы должны получить вот эта основа что вы должны получить и я не буду задать вопрос вам я сразу отвечу на этот вопрос вы должны получить эмоции во время межличностного общения вы должны получить эмоции эмоции естественно приятная может быть эмоции интереса негативные тоже возможны но с преодолением чего-то а потом что-то приятно так тоже можно то есть вы во время межличностного общения получаете эмоции соответственно эмоции приводит к определенным гормонам которые у вас У вас тоже всплеск гормонов идет, приятных, разных гормонов. Это тоже цель. То есть эмоции, гормоны, будем все это одно. То есть приятное какое-то состояние. Это является у нас общением. Опять же, даже если мы говорим, что это общение с новым человеком, допустим, парень с девушкой общается, вот сейчас мы не будем обсуждать именно сближение с девушкой, или там парень или девушка сближается с парнем, неважно. Мы будем говорить именно просто, вот они встретились и общаются, то там тоже та же самая цель. Это эмоции. Это наша задача. Это наша цель. Состояние, вот приятное состояние. Ну и опять же, разное бывает. Интерес, там восхищение, это все тоже эмоции, это все равно все является плюсом. С другой стороны, ну или можно сказать по-другому. Для чего мы общаемся? Реально для того, чтобы было кайфово, да, чтобы было приятно. Это самое главное. Следовательно, если вы общаетесь с человеком, у вас ничего нет, никаких состояний, никаких эмоций приятных, скорее всего вам этот человек неинтересен, либо человек создает такую атмосферу, что вам неинтересно, и вот с этим мы все будем разбираться. Еще один хороший показатель того, что есть, ну опять же, вот у нас есть что? Эмоции, да? Эмоции это конечная цель. Да, это конечная цель. Но помимо этой цели, конечно, у нас есть еще дополнение к этой цели. Это то, что этот человек, который с вами испытывал эмоции, вы испытывали эмоции с этим человеком, он продолжает с вами контактировать дальше, чтобы еще получить эти эмоции. Или те же, или можно сказать, гормоны в том числе. То есть у нас дальше следующая цель, это то, что у вас контакт продолжается. Соответственно, можно вот тогда уже на основе этих мыслей поразмышлять. А именно, получается, если я с человеком не испытываю эмоции, или человек со мной не испытывает эмоции, это значит, что-то происходит неправильно в теме общения. Правильно? Второе. Если этот человек со мной больше не контактирует, или я не хочу с ним контактировать дальше, то есть не хочу еще раз встречаться, или я заставляю себя встречаться, это говорит о том, что с этим человеком, ну, что-то я делал неправильно во время общения. Или он делал, что со мной неправильно. Вот давайте на основе этого мы будем с вами разбирать все ошибки. Еще раз, это очень важно. Во время общения эмоции и желание еще раз встретиться с этим человеком, чтобы испытать эти эмоции. Или желание другого человека встретиться с вами, чтобы испытать эти эмоции Вот это наша основа, это базис, это прям вот максимум базис Именно во время общения